Меня зовут Раджана Дугарте-Конде, и я требую немедленного освобождения политической заключенной Натальи Филоновой. Она была помещена в СИЗО города Улан-Удэм за причинение физического вреда полицейским. Это абсолютно надуманное, исфабрикованное дело. Так называемое орудие преступления, карандаш, которым она якобы ударила полицейского в лицо, те же самые полицейские вытащили из рамца ее сына. И таким образом, все это дело и заключение ее в СИЗО является личной местью сотрудников правоохранительных органов Улан-Удэ Натальи Филоновой, этой смелой и принципиальной женщины, которая всегда последовательно выступала и выступает против нарушений прав человека и против бесчеловечной и преступной войны, которую ведет Путин сегодня в Украине. Я знаю Наталью Филонову с 2007 года, когда она включилась в борьбу против оголтелой компании по пропагандистской компании за слияние Усть-Ордынского, извините, за слияние Айкинского, Бурятского автономного округа и Читинской области. В тот момент Наталья Ивановна жила в Петровске-Забайкальском и издавала независимую газету наперекор всему. Она приезжала в Улан-Удэ и участвовала в наших митингах и пикетах. Она печатала наши материалы в своей газете. Она писала статьи, в которых обличала действия властей и доносила альтернативную точку зрения на происходящее. Также я встречалась с ней на мероприятиях «Солидарность». И всегда, всегда Наталья Филонова оставляла очень светлое впечатление. Это очень добрый и очень принципиальный человек. Она принципиальная сторонница ненасильственной борьбы. И поэтому любые обвинения ее в том, что она якобы совершала какие-либо насильственные действия и причиняла кому-либо вред, являются абсурдом в глазах всех, кто ее знает. Я требую немедленного освобождения Натальи Филоновой, которая не обладает богатырским здоровьем и у которой есть сын-инвалид, который остался без попечения матери. Наталья Филонова должна быть свободна. Ее отвезли в суд за участие в антивоенном митинге в Улан-Удэ 24 сентября. И до этого Наталья Филонова всегда выступала против войны. Первый раз ее привезли по антивоенному делу в милицию в апреле, когда она потребовала у водителя маршрутного такси снять с автомобиля знак «З» как фашистский. И она из немногих смелых женщин, которая, находясь в Улан-Удэ, не боится выступать против власти. Сейчас я нахожусь на крыльце дома Тадеуша Стивенса. Это один из самых славных сынов американского народа. Это фонгрессмен, член радикального крыла американской партии США, который выступал за отмену рабства. Он был ополиционист, адвокат. И он был также активистом подземной железной дороги. Это движение, оказывавшее помощь беглым рабам. Ланкастер находится на юге Пенсильвании. И он являлся одним из первых мест, куда добирались беглые рабы и получали свободу. Но даже до Ланкастера доходили охотники за беглыми рабами. И такие дома, убежища находились на протяжении всей этой железной дороги. То есть это была не железная дорога. Это была сеть домов, сейф-хаусы, домов-убежищ, хозяева которых укрывали у себя в подвалах, в каких-то тайных комнатах беглых рабов. И Тадеуш Стивенс был одним из таких активистов. Также, будучи конгрессменом, он требовал у Абраама Линкольна, как можно скорее рассмотреть этот вопрос об отмене рабства. Он один из творцов 14-й поправки Конституции США, которая отменяла рабство. И я хочу связать в этом выступлении имя этого замечательного сына американского народа, Тадеуша Стивенса, которого родители назвали в честь польского борца за независимость и Польши, и США, Тадеуша Костюшко. И поэтому я считаю, что дружелюбные жители Ланкастера прошли мимо. И поэтому я считаю, что Тадеуш Стивенс и Наталья Пилонова это деятели одного и того же процесса демократизации и свободы. То есть Наталья Пилонова это такой же борец за свободу, как в свое время был Тадеуш Стивенс. И поэтому я думаю, что Тадеуш Стивенс обязательно поддержал бы всех прогрессивных людей, которые сегодня требуют освобождения Натальи Пилоновой. Свободу Натальи Пилоновой. А сейчас я покажу, как выглядит дом Тадеуша Стивенса снаружи. Субтитры создавал DimaTorzok Скромный двухэтажный дом на Queen Street в Ланкастере. Памятная доска. Субтитры создавал DimaTorzok